Я люблю Италию! Всем привет! Вы в гостях, Ариша, поэтому можете чувствовать себя как дома. Это мой первый влог на суперкрутую камеру из поездки. Куда мы летим? Ничего не говорите. На Сицилию мы летим. На Сицилию. Да, друзья, в общем, сегодня мы во Внуково, 6 утра. Чисто как я собираюсь не заботить Лензе. Ты постоянно такой. Я почувствовала себя мамой. Я мыла чемодан за виду третьего. Ты мыла чемодан? Да, господи. Это чисто наша семья. Мы сейчас... Я была в мокрой куртке. Лена в мокрых джинсах. Я в мокром пальто. Мы все в мокром. Как всегда стирали все в последний момент. Петь на мокрый кросс адаптировать. И пускай капает, капает с неба. Иду в мокрой куртке и джинсах и... С кем она пришла? Мама, сними сториз. Ладно, мам, пока. Мы в Палермо полетели. Все. Чувствуешь себя таким супергероем. На рассвете мы взлетели. И я не могла поверить, что уже через три с половиной часа мы окажемся на Сицилийском острове. Кстати, я всегда сплю в самолете. А у вас получается спать в небе? Пишите в комментариях. Мы пойдем в Малерку. Через несколько минут. Детятки до истолики. Откручиваем. Для вашей безопасности. Для вашей безопасности. Лавантрии будут закрыты. Спасибо. Получая звучит. Это очень прикольно. Добро пожаловать в Палермо. Как всегда. Раши туристы. Паймы. Мы как дуры. Да, аккуратно. Смотрите квартиры. Нам пришлось найти автобус или такси. И ехать в Палермо. Как вам полет? Я спала. Мы тоже спали. Отлично. Хорошая камера, слушай. Я такая прохожу мимо. И Инна лежит и спит. Я такая. Как это? На трех местах свободно. А Арида как бомжику. А Арида в капюшу. Просто ворвиха луха ревилась. Мама не спала еще? Она просто валялась. Ааа. То есть. Не то чтобы сказать доченька. Если ты хочешь поспать. Там есть три свободных места. Ты можешь туда лечь. Ведь ты спала всего 30 минут. Да она с нами была. Вообще-то послужилась. В смысле? Ты могла предложить то место, где ты спала? Кому? Понятно. И... Блин, как красиво. Здесь короче вулкан. Я забыла как он называется. По-моему. По-моему. Энта-энти. Так прогугли как он называется? Я не хочу быть такой. Эн-энти. На Э. Ты же прогуглишь ты? Этно. Этно? Этно, правда. Этно, да. Здесь есть вулкан Этно. Даша снимает сториз, как Лена снимает сториз, как я снимаю влог. Хорошо. Я сразу же влюбилась в это место. Оказывается, Палермо омывает Сиренское море. И это самое море будет в 100 метрах от наших апартаментов. Только знаменитый вулкан Этно был в двух днях езды от нас. Но это ничего. Будет повод вернуться. Ребята, вы прилетели. Мы приехали. Просто посмотрите, как здесь атмосферно невероятно. Там девушку убивают. Как же круто! Сейчас заберут, короче, в больницу. Я люблю Италию! Я люблю Италию! Если вкратце, нам доставились четырехкомнатные апартаменты и невероятный балкончик, через который можно будет ходить друг другу в гости. И ретро-зеркало. Здесь все так ретро. Я так счастлив. Не сиди в ответ. Короче. Ребята-дам! Вы не понимаете, как я сейчас кайфую от того, что я снимаю для вас видео. Мы приехали сюда. Эти апартаменты полностью наши на все эти семь дней. И это просто невероятно. Потому что мы находимся на самой старой улице в Палермо. Как я поняла. Здесь очень много ресторанов, кафе, очень много красивых достопримечательностей. Мы находимся прямо вот, прямо вот почти в самом центре. Здесь так много мотоциклистов. Чувствуя себя, как в фильме «Три метра над уровнем неба», можете найти себе своего мотоциклиста. Да, мам? Нет, мам. Марио Кассас. Если ты смотришь это видео, то ты испанец. Спасибо, жизнь, за то, что ты есть. Предлагаю спить. Поля! Как я вам уже говорила, на заднем нашем дворе есть море. Чао! Они перешли дорогу. Ребята, кайфуйте, просто кайфуйте. В Москве зима, в Москве отстой, здесь тепло. Согласитесь? Я надеюсь, ты не на влоговую камеру говоришь. Говорю на влоговую камеру. Типа, знаете, вот мы сейчас кайфуем, а в Москве зима, в Москве отстой. Я это говорю, просто хочется сказать об этом. Потому что столько сториз мы посмотрели. Столько сториз, которые на Мальдивах отдыхают и встречают Новый Год в теплых странах. Мне прямо вот хотелось это сказать, потому что, блин, крик души. Вечером мы пошли гулять по городу, прошлись по морскому порту, без остановки дурачились, зашли в знаменитый театр Массимо и кайфовали от того, что не торопились никуда, а просто куда-то шли. Мы пришли в удивительное место. Здесь очень много разных видов попкорна. От сыра с плесенью до белого шоколада вместе с щепоткой соли. Это удивительное место. Я такого никогда не видела. Блин, ребята, вот мы сходили в эту лавку попкорна. Там такая милая девушка из Канады и такой милый итальянец. Мы так с ними хорошо пообщались. Они нам дали свой инстаграм. И взяли попкорн, сыр чеддер и белый шоколад. Очень-очень вкусно. Надо купить этот бомбер своему парню. Как же мы вкусно поужинали в итальянском ресторанчике. Думаю, среди вас тоже есть большие фанаты пиццы и пасты. Кстати, день подошел к концу. Я даже сняла для вас то, как я засыпаю и просыпаюсь. Спала сегодня в максимально уютной атмосфере. Давайте подкроем окошечко, балкончик. Посмотрим, как там утренний полема. Но утром, по-моему, очень красиво и свежо. Я сегодня решила вот так одеться. Сверху надела клевую бостонскую форму. Вот, джинсы, кроссы, как всегда. Опухшая и ненакрашенная Арина! Кто-то, ребята, наверное, точно никогда не снимала свою утреннюю рутину, когда я надеваю линзы. У меня ежедневные линзы. Я их меняю каждый день. Вот здесь они на 15 дней. Это не реклама. Давайте попробуем снять это все дело. Моем ручки обязательно. Дорогие друзья, внимание. Вот так они выглядят. У меня линзы на минус 3,25. Хотя у меня зрение минус 4,5. Наверное, видно более-менее. Хэштег Арина опухшая без макияжа уродина. Пишите в комментарии. Все, короче, пойду накрашусь и буду снимать для вас. Это конец первой части влога. Если ты хочешь следующую часть, обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить новое видео и не забудь поставить лайк. Спасибо, что посмотрел. Дальше еще больше интересного. Пока!